Вы не поверите сейчас своим глазам и своим ушам. У меня в гостях сам воскресший, воскресший из того света, Алекс Лесли. Да, он жив. И он у меня сегодня здесь. И я решил сделать небольшой эфир со своим другом, наставником даже в каком-то духе, можно сказать, Алексом Лесли. Потому что именно по его книгам в свое время я когда-то учился, еще учаюсь в школе, в 10-11 классах. Я прочитал его первую книжку и вот сегодня, наконец-таки, я вручил ему свою книгу. Покажи, Алекс. Подписанную. Подписанную книгу. Мои книги. Да, да, да. Сегодня я вернул должок Алексу за его книжку и подарил ему свою. Итак, Алекс, все-таки всем самое главное, вот интересно, первое, ты пропал, что случилось в прошлом году, как ты там умер, вот, и как это все произошло. Ну, знаете, я вам расскажу историю, которая всем известна, вот уже, это официальная история, то, что произошло на самом деле. Я в знак протеста против лжи, против того, что все выжили, решил пойти на такое вот преступление против себя. Я решил так, я, я, ну, я изначально бабник, я человек, который любит женщину, да, я это никогда не скрывал. Ну, нас начали за это действительно прессовать и преследовать, да, и показывали нас пальцем, да, там, моих учеников вызывать на допрос в Белоруссию, там, простое. У нас во время тренинга было маски-шоу, да, когда там положили всех мордой в пол. Это в прошлом году? Да, это было в позапрошлом году, в прошлом году дело в Белоруссии и так далее. Мне это все надоело. Я начал говорить правду, за эту правду нас пытались как-то прессовать, а после этого я понял, что нужно что-то с этим делать. И вообще, ну, что бабников, лавеласов не любят, не уважают, да, в стране, хотя это нормально совершенно, что ты любишь женщин или что ты любим женщинами, да. Но при этом очень многие архи-политики, успешные люди, бизнесмены и люди, элита этого мира, они все бабники. Ого, даже так. Есть важная такая штука, вот есть, например, гейское лобби, а лобби бабников почему-то нет. Вот, это очень плохо. И знаете что тогда? Я решил, что в знак протеста я, бабник, пошел трафнуть мужика. Я в знак протеста решил трафнуть мужика. Ого, это прямо на самом деле произошло? Да, это на самом деле было. Я решил трафнуть мужика, я решил пойти на... Я с тобой больше не здороваюсь. Но, видишь, как получилось, судьба распределилась таким образом, что я умер, то есть я не дошел до цели. Когда я умер, я оказался, конечно же, в раю, вот, и я встретился там с Иисусом. И Иисус, он сказал, Алекс, за тобой шли люди, они верили в тебя, а ты взял и фактически растоптал их веру. Но ты не мог так поступить, вот, и сказал, это очень плохо, но, говорит, Я хотел бы тебе что-то сделать. Ты вернешься обратно на землю и станешь президентом. И когда ты станешь президентом, ты отменишь несколько законов, неугодных мне. Так. Потому что, понимаешь, я хотел тут сходить, второе путешествие строить, но выяснил, что если вдруг я приду, попробую разрушить, ставить храм веры, меня тут же посадят за оскорбление чувств верующих. Ну, в частности, в России. Поэтому, говорит, на условии того, что ты решишь вопрос, став президентом, я тебя отпускаю, но ты должен стать президентом, и ты опять умрешь. Поэтому, друзья мои, я должен стать президентом сейчас. У меня вряд ли нет. И это моя мотивация. Поэтому я пойду до конца. Какая у тебя президентская программа, Алекс? Вообще, сейчас президентская программа разрабатывается всеми, кто в этом хочет принять участие. Это уникальная технология в политике, называется Вики-программа. Вики-программа, это значит, что любой человек, любой желающий, может принять участие в ее разработке и может внести туда любые предложения, которые он хочет. Впервые за всю историю России народ сможет принять участие в формировании программы. Это новая технология в политике. И мы сейчас занимаемся этим активно. Есть определенные мои пожелания, но, конечно же, мои пожелания не могут быть основными доминирующими. И, конечно, мы это все делаем для людей. Основа основ вообще – это свобода. То есть, человек должен быть свободен. Свободен во многом. В том, в чем и сейчас не свободен. То есть, как говорил Лао Цзи, все, что должен сделать мудрый правитель, это сделать так, чтобы его люди были сыты и довольны. И им должно быть можно все. А слишком много свободы – это хорошо, Алекс? Как ты считаешь? Что значит много свободы? Ну вот, свобода должна быть безграничной, как ты считаешь? Что такое свобода? Давай, скажи. Определим, что такое свобода. Давай. Мне нравится определение по Канту. Свобода – это называется категорический императив. Переведу на русский язык. То есть, свобода – это всеобщность. Всеобщность – это когда ты… Есть закон. Например, герметация. Герметация – это закон. Это когда всегда так. И, соответственно, даже если мы будем считать, что герметация не существует, она у нас все равно будет действовать. Есть вот что такое свобода. Свобода – это когда ты стремишься к категорическому императиву. То есть, когда ты стремишься к всеобщности. Независимости от всего. Ну, в идеале свободы вообще не существует. Потому что, если ты будешь пытаться независимо быть от всего, то тебе придется перестать дышать, независимо от воздуха, еды и так далее. Но, как доказал Кант, стремиться к этому нужно всегда. И поэтому стремление наших свободе в законах, чтобы человек был свободнее, оно фактически доказано немецкой философией уже давно. То есть, что это всегда хорошо. Стремление к свободе. То же самое с буддистской стороны. Там тоже есть стремление к свободе. Это считается, что стремление к свободе – это святость. Невозможно достичь святости, но… Алекс, вопрос. А что произойдет в России, если ты станешь президентом? Как изменится наша жизнь? Что будет на улице? Вот мы будем идти и идем к изменениям. Изменения. Во-первых, люди будут любить друг друга. Вот это будет хорошо поощряться государству. Целоваться, заниматься сексом. Можно будет после одиннадцати вечера заниматься сексом без тех, где кто хочет. Не будет никаких ограничений в любви и сексе вообще. Это будет поощряться, потому что это здорово, это хорошо, это классно. Дальше. По поводу войны. Войны не будет. Война будет прекращена сразу. Мы за то, чтобы разработать нелетальные виды оружия и пользоваться только нелетальными видами оружия. То есть, например, есть разработка скульптинской нано-комары, которые могут усыплять человека на два часа. И это работает от техники, которая уже абсолютно реальна. И ею можно вести любые войны. То есть, для того, чтобы не убивать людей. В наше время убивать людей нельзя. Контракт на армию. Это означает, что человек только по желанию может пойти служить. Тюрьмы. Тюрьмы не для унижения людей, а для того, чтобы их там воспитывать. Для того, чтобы их учить. Потому что люди – это основное богатство страны на самом деле. Любовь. Сейчас в тюрьмах происходит унижение людей. Унижение их достоинства и так далее. Но еще многое, многое, многое. Отменить алименты. Алименты должно платить государство. Ого. Потому что женщине важнее, чтобы ей платили алименты. Не какой-то человек, а какая-то система. Это гораздо лучше. С одной стороны. С другой стороны, мужчина будет свободнее делать детей. Много детей. А у нас сейчас проблема. А женщина не пострадает от этого? То, что мужчина будет злоупотреблять? Женщина будет только в плюсе по одной простой причине. Она будет уверена 100%, чтобы государство поддержит, если этот мужчина уйдет. И она становится свободной. Она может выйти с ним из отношений, если ее не устраивают отношения. Она не будет завязана на него всю жизнь. Не будет обязана ему всю жизнь. То есть женщина становится свободной. То есть у нас основа основ – это свобода. Свобода везде и законодательство такое, которое должно привести к тому, что человек становится свободнее. И мы стремимся к свободе. А не к тому, чтобы у нас было огромное количество запретов, как это сейчас происходит. Запрет интернета. Запрет сайтов. Запрет эротики. Запрет тора. Запрет мессенджеров. Анонимности. Все запреты. Одни запреты. То есть все, что сейчас происходит – это попытка сделать людям одни запреты. Запрет конституции. Все знают, вот это одна из причин, причем я умер. Меня это взбутило. Все знают, что эскорт содержит олигархи и правительство. На государственные деньги. Компания «Газпром» регулярно занимается тем, что вызывает к себе очень много девочек. Известна эта история. Президенты стран всех практически. Стран СНГ любят это очень. И это нормально, это правильно. То есть мы это поддерживаем. Почему мы должны быть против этого? Эти люди живут в будущем. Но мы хотим, чтобы в этом будущем был лучший обычный народ. Потому что обычный народ, получается, живет в прошлом. То есть элита живет в будущем, да? Улиты есть гаремы, сексуальное изобилие, изобилие в еде, там, во всем вообще. В сексе. Но мы счастливые люди. У нас и так во всем изобилие. Мы как бы уже сделали себя. И мы хотим просто, чтобы люди радовались так же, как мы. Подарить им своего счастья чуть-чуть. А счастье на самом деле находится здесь, в голове. То есть не верьте ни Навальному, не верьте Путину, которые говорят, что вот я сделаю лучше, я сделаю лучше. Никто из них не сделает вам лучше. Вам лучше можешь сделать, только ты сам. То есть ты сам можешь сделать себе лучше здесь, в голове. Вопрос от Макса Попова. Значит, будущее за моногамией или за гаремами? Уважаемые господа, в новой стране, в новой России вы можете, ну, после того, как я стану президентом, да, вы можете выбрать любую абсолютно модель отношений. Моногамия, полигамия, там, однополые браки, разнополые браки, коллективные браки, что угодно вообще. То есть сейчас, на данный момент, люди зажаты как тиски. Они вообще не могут никак экспериментировать, да. Все, что за пределами нормы, которые очень в узкой такой прослойке, это все считается, что это болезнь какая-то, да. Но за историю эволюции мы знаем совершенно различные формы брака, которые были, и брачных отношений. И вот, например, я хочу сказать, что из видов живого, да, всего 10-15, по-моему, видов разнополых организмов реально поддерживают моногамию и действительно созданы друг для друга, да. То есть, там, например, лебеди, они спариваются после этого, они разрывают своего пара до конца своих дней, да. Таких существует 10-15 видов. Остальное живое все, кролики, там, ласточки и так далее, и так далее, да. Это все полигаммы. И среди людей такая же история. Многие люди имеют большие проблемы с отношениями. Именно потому, что они не созданы быть моногаммами. Но психотерапевты и сексологи врут вам в лицо, что вот, пожалуйста, да, будьте моногаммы, найдите свое счастье, но не найдете вы свое счастье. Этой модели вам нужно экспериментировать, да. Потому что кролик, кролик, он не будет счастлив, если ты будешь пытаться похож на лебедя. Все время он будет пытаться летать, пытаться что-то еще делать, да. Он не будет счастлив. Вот и все. То есть, кролик должен оставаться кроликом. Вопрос от Тамерлана Скиаева. Алекс, веришь ли ты в любовь? Конечно. Это основа нашего вообще всего. Ты когда-нибудь любил по-настоящему? Да, мы... Только я, наверное, из всех людей знаю, что такое любовь в полной мере, потому что у меня было гигантское количество видов этой любви. Практически все, что можно себе представить. То есть, это настоящая любовь всегда была? Каждая твоя женщина любовь получает? Настоящая любовь в понимании обычных людей, это то, что... Обычно человек понимает настоящую любовь, это то, что я испытываю, да. Но это субъективный взгляд. Есть огромное количество видов любви, да. Например, в Древней Греции существовала целая гигантская классификация видов любви, да. В общем, ты грамотно ушел от ответа. Нет, это не грамотный ход от ответа. Это ответ, да. То есть, есть разные виды любви, есть разные классификации любви, да. И ни одна из них не является там, вот, настоящей, единственной такая, какая она должна быть, да. Они разные людей и разные эмоции. И человек, он тем более богат, чем больше видов любви он испытывал за свою жизнь, да. Дружба – это тоже один из видов любви, да. Вот, дружба. То есть, понять, что вообще... Но мы горим сейчас... Самый вид любви – это дружба, да. Ницше считал, что самый настоящий вид любви – это дружба. Понимаешь, да? Тамерлан уточняет свой вопрос. Он имел в виду между мужчиной и женщиной. Настоящая любовь. Одна и на всю жизнь. Бывает такая любовь. Бывает эрос, бывает сторги. Какая из видов любви? То есть, о чем мы говорим, да. То есть, нужно определиться в определении. Но когда женятся и живут в семье до конца жизни. Вот когда до конца жизни вместе, до гроба. Вот это вот такая любовь. Так там у людей может быть разные виды любви. И в разные виды отношения. То же верно. Поэтому у них идёт вот... Многие люди, они созданы для постоянства, как лебеди. Ну вот по моей версии, таких людей 3% населения. Остальные люди не чувствуют себя полноценными. Я почему думал больше. В отношениях, да. Полноценными. То есть, они всё время чувствуют, что они что-то не хватает. И им кажется, что кто-то что-то набрал в это. Но они делают типа картинку. Типа мы любим друг друга. А реальную страсть они там, может быть, и любовь испытывали там несколько первых месяцев. А потом дальше у них немножко сожаление идёт. от того, что всё это прошло. Вопрос от Стаса Вакцмана. Секса с мужчиной. Секс с женщиной стал ценить больше? А что это было? Я умер. Вот. Иисус мне не дало это сделать. Вы же знаете. То есть, ты хотел это сделать, но не успел. Да, очень хотел. Но не успел. Я хотел, честно, потому что я должен был это попробовать. Но Иисус сказал, что... Извини, друг. Твои фанаты тебя не простят. Не может вернуться от меня. Так, от меня вопрос. Сколько женщин у тебя было за всю твою жизнь? Знаешь, я считал до первой сотни. Это в каком возрасте была первая сотня? Это где-то 22 года. Да, мне было 22 года. Я начал счет. У меня даже был такой список. Я вел список, там накрылся, что как. Что ты там писал? Возраст, имя? Я писал возраст, имя. Как в сексе она себя была. Там обязательно очень важно для меня было. Ничего себе. Вот. Там какие-то подробности ее интимного плана и так далее. Так. Для будущего. Ничего себе, настолько. Вот. А потом перестал вести. Сбился со счета. Слишком много. Сгидяйство просто. Дело не в количестве. Да, дело просто в том, что я решил, что все этот список не надо уже вести, потому что регулярно что-то случается. Происходит интересное. Но дело же не в этом. Дело не в том, сколько женщин было. У моих знакомых бабников, вот когда я общался с ребятами, где-то в течение пяти лет я был в теме, да, и активов спойного женщин, и у них было больше. Но у них был опыт, значит, такой. То есть они встречались стандартным образом и спали с ними стандартным образом, не экспериментировали, не ставили какие-то эксперименты. И из-за этого опыта по факту было меньше, чем у меня, а у меня было меньшее количество, да. То есть, поэтому, когда ты собладитель, который подходит к этому со следствием, с точки зрения, да, ты пытаешься все время как-то экспериментировать, что ты делаешь с женщиной. Куда-то ее вести, как-то ее шокировать, да, все время. Делается то, к чему она не привыкла вообще, да. Искательные страхи какие-то, да, страсти и так далее. И когда ты это делаешь в действии, то у тебя нарабатывается опыт. Самый важный опыт – это опыт отказа. Это опыт того, что она говорит «нет», а это упражнение в «да». Вот этот опыт самый важный. Как в продажах, как в бизнесе. У меня был предприятие, он занимался соблазнением, так, он звал девушку на концерт, после концерта в кафе, после кафе до мной играли и спал с ним. И у него был только такой опыт вообще. То есть, практически все время делал одинаково. Но это маленький опыт. То есть, это просто ты увеличиваешь количество женщин, но при этом не узнаешь их вообще. Поэтому для того, чтобы получить такой индивидуальный, научный, аналитический опыт общения, нужно экспериментировать все время. Ну вот стал, когда ему исполнился, подарили альбом со всеми его женщинами. Там было их 570 человек. Вот как ты думаешь, к твоим 50 годам, сколько у тебя будет женщин, например? Не знаю. Я даже не знаю, сколько сейчас. Мы должны прочитать. То есть, у нас сейчас спор идет. А ты как думаешь, 500 есть уже на сегодняшний день? Да, считается, что есть. Многие верят в это. Я не знаю, но просто очевидцы верят, что у меня больше тысячи. Многие люди... Очевидцы. Да, многие люди... Сходило много очевидцев, которые увидели, сколько у меня было. То есть говорят, что даже тысячи есть уже? Да, друзья, девочки, с которыми... Они утруждают, но опять же, потому что очень... Вообще говоря, я же секс-тренер. Я же секс-тренер. Я практически... Были такие группы, где у меня был секс со всеми участницами группы. То есть 50... И со всеми? С 55 женщинами. Реально? Угоры поставлены. С ума сойти. С ума сойти. За сутки. С ума сойти. Понимаешь? То есть посчитать вот такое тяжело, потому что надо будет многое вспомнить. Но это происходило не на всех тренингах. Это был эксперимент. Экспериментальная группа, 55 человек, когда секс у меня был с каждой из них. Офигеть. Тебя хватило на всех? Да. Ты так быстро, видимо, совсем. Знаешь, в интернете есть рекорд один. Есть в гугле рекорд. Где-то там гугл, где-то я видел видео-то. Кто-то выложил видео, да? Вот у меня снимали. А был секс с 16 девушками в полчаса. Это... Там тоже было почти 16 полчаса. А тут решили поставить рекорд. Без транквализаторов, без... То есть у меня это происходит всегда... На здоровом питании, на здоровом сне, на здоровом... На очень важную вода. Побольше воды, да? Надо пить. Вода чистая. Что ты посоветуешь мужчинам, чтобы у них была такая сильная потенция, как у тебя? У меня обычная потенция. Я не считаю, что у меня... Лучше, чем у стандартных. У меня физиологически... Не каждому... Настрою. То есть есть тех, чтобы проникать в каждую. Делать так, чтобы каждый отдавался. Если ты будешь... Когда мужчина... Любой... Вот мне недавно, кстати говоря, очень важная тема для мужиков. Ага. Один парень спрашивал. Вот он на сцене пытался в штрих-клубе заняться сексом с женщиной. И у него не получилось. Потому что он напрягся. Да, он напрягся, испугался он, да, что много людей было. Здесь такой момент, что наше сознание все время пытается все контролировать. И когда оно пытается все контролировать, у нас энергия вся идет на контроль. Чего-то, да. И если мы хотим, чтобы у нас работала половая функция, нам нужно всю энергию направить на половую функцию. Когда вокруг меня люди смотрят, да, и камеры, то это не получается. Поэтому один самый важный метод, это полностью в женщине быть, да, видеть ее и делать так, доминировать. То есть, чтобы она отдавалась тебе. Вот это очень важно. Если мужчина будет доминировать над женщиной, то у него, опять же, при условии, что он гетеросексуал, раз, и что он не является нижним. То есть, если у него не фетиш того, чтобы женщина была верхней. Это важно, да. Это очень важно. Если, ну, понятное дело, что если ты не кайфуешь от доминирования, то не получится разбудиться, да. То есть, есть, на самом деле, очень много еще разных тонкостей, но я не буду в них уходить. Это лекция на полтора часа, да. Когда у тебя будут ближайшие тренинги, может быть, кто-то захочет сходить? Ближайший тренинг, этот базовый тренинг. Я буду вести этот базовый тренинг. Когда он будет? Я не помню, послушайте, в описании на сайте, потому что я, я не знаю, не помню. Я приеду, проведу. Анастасия Лисица, соавтор моей новой книги «Ужин с миллионером», который мы начали писать. Она спрашивает, он мне даст, многоточие, интервью? Она хочет взять у тебя интервью. Ты готов дать ей интервью? Я спрашиваю, да? Не, на самом деле, вот написано, он даст мне, вот она пишет. Он даст мне интервью, вот она пишет. Решим. Решим. В общем, ты готов попасть в эту книжку «Ужин с миллионером». У тебя есть уже миллионы? Нет, миллионы. Нет пока? И не нужен. То есть ты не хочешь много денег? Зачем мне миллион, когда я управляю олигархами уже? А какими олигархами ты уже управляешь? Да разные. У меня арка амазонок, и каждый из них засланный кому-то. Скажи мне, о чем твоя последняя книга «Евротрэш», которая вот на днях вышла? Последняя книга очень крутая, очень интересная. Я слышал, что это была первая книга, на презентации которой автором можно было... Заняться сексом с автором, да, совершенно верно. Мы объявили об этом, что в истории литературы это первая книга, в которой можно заняться сексом с автором. И действительно... И это произошло? Был секс с Настей Рыбкой. Офигеть. Вот, которая соблазнила того самого миллиардера. Вот, у двух мужчин, которые пришли туда, они очень ее хотели, и у них с ней был секс прямо во время презентации. И даже есть видео, как Настя подписывает книги, а в это время у нее происходит секс с парнем. Сзади парень конкретно трахает. Ну, что себе. Вот, она подписывает на спине другого парня книги. Это уникальная вообще презентация, потому что в истории русской литературы такой презентации не было ни у кого. А вот у нас она есть. Вот, но книга Евротрэш – это реальная история, это дневник фактически, да, это летопись того, что мы делали. Это игра, которую мы делали для соблазнения олигарха. Олигарх – это человек этот очень известный, Руслан Золотов. Вот, и Настя очень, ну, Настя он понравился, она захотела его соблазнить. Его так и зовут, Руслан Золотов. Можете почитать в интернете, его так и зовут, Руслан Золотов. Все уже знают этого человека, но никто не говорит, на самом деле, в слуховое имя. Вот, ну, чтобы проявить уважение в личности. Вот, но это интересная история. В общем, чем она интересна? Тем, что нас она так перла. Нас она перла где-то полгода практически. Мы были очень увлечены, многие люди увлеклись в этой, целая команда работала, чтобы у Настя там все получилось. Так. Вот, и было очень интересно. То есть она его соблазнила и что-то сделала еще? Ну, что же она его соблазнила, она его соблазняет до сих пор. А, до сих пор, да. То есть цель – это процесс, она в процессе соблазнения. Любая соблазнительница, она соблазняет все время. То есть ты учишь женщин тоже соблазнять мужчин, особенно обеспеченных, олигархов всяких. Да. Методики, они не гендерные, то есть гендер не имеет значения. Женщина или мужчина. Соблазнения – это… То есть они универсальные, одинаковые? Соблазнения – это законы. Это универсальные законы. Как соблазнять это законы? Законы для всех. Соблазнять могут и гетеросексуалы, и бисексуалы, и гомосексуалисты. Соблазнение по тем же принципам. И женщин – мужчин, и мужчин – женщин. И даже если на этот центр будут люди, да, и там будет другая система координат, а все будут хотеть и голова, то там тоже будут работать эти основополагающие принципы соблазнения. И вообще соблазнение на самом деле – это наука, да. Но сейчас еще пока что она… Это наука, которая должна быть разделом экзистенциальной технологии. Вот она пока не является, но вот я вывожу ее туда, то есть это наука. И там есть основополагающие принципы. Скажи, сколько стоит обучиться соблазнению у тебя, и по времени сколько это займет? Я-то не знаю точно, но это доступно для всех. Зайдите на сайт, посмотрите, я не помню. Это доступно. Мы не поднимали… Настя, задай вопрос. Пять лет на тренинги они должны быть студентом, всем. А кто твои клиенты в основном? Кто приходит тебе учиться соблазняться? Все, кому интересно соблазнение. То есть целевой аудитории такой нет, да? Нет, все, кому интересно соблазнение. Просто любой возраст абсолютно неважно. От 18 лет до максимума до 65, вот 65 лет больше человек. Ничего себе. Вот им интересно, многим интересно. Вообще, многим интересно даже как науку это познать, потому что это интересно науку. Это же не только в сексе применяется, не только в отношениях, но и в бизнесе. Конечно, это вообще… Вот у меня статья выходила в «Пикап в бизнесе», которая была основана на твоих книгах, кстати. Вот, очень популярная, кстати, статья. Она была, вышла в топы Рамблера, да. И даже вот «Секрет фирмы» написал эту статью огромную, поэтому очень интересно. Ты ее читал? Ты мне присылал. Да, «Пикап в бизнесе», да. Это очень интересно. Вообще, это, конечно, крутая история. Соблазнение – это на самом деле креативность. Креативность, потому что для того, чтобы соблазнять, нужно быть очень крутым креативщиком. Потому что каждый раз ты должен найти слабые места жертвы и сделать так… Вот как я говорил Насте, да, я говорю, здесь с олигархом такой тонкий момент. Нужно сделать так, как он не хочет, но чтобы он еще больше хотел. Если есть, ну, очень важное заблуждение людей о том, что соблазнение – это удовлетворение. Да, многие говорят, что соблазнение – это вот делать то, что девушка хочет. Нет. Или соблазнение – это сделать то, что мужчина хочет. Нет. Соблазнение – это антоним удовлетворения. Удовлетворение – это ты, когда делаешь то, что человек хочет, да, чтобы ты делал. И этот человек таким образом тобой манипулирует. И таким образом ты просто являешься его слугой, этого человека. Ты потакаешь его прихоти. А для того, чтобы соблазнить человека, нужно сделать то, чего он не хочет как раз, да. То, что находится за рамками его, да. То есть, первое соблазнение в истории, да, какое у нас, ну, там, метафорически первое соблазнение в истории, метафорически, с христианской точки зрения, это когда что произошло? Когда было первое соблазнение, да, когда была соблазнена сперва Ева, а потом Адам, чем запретом, чем? Плодом. Плодом, да. Да, то есть, и соблазнение – это найти тот запрет, то есть, найти то, что он не хочет, да, но так, чтобы он еще больше после этого хотел. Вот это основное искусство соблазнителя, то есть, найти то, что за рамками жертвы находится, за, может быть, в его страхах, да, или в его ограничениях, но при этом он будет к этому тянуть. И этот поиск – это сам по себе очень интересный процесс. То есть, ты следуешь жертву постоянно. Это жертва, да, то есть, соблазнитель всегда к своей жертве относится как к жертве. И жертва, как говорит Настя про олигарх, иногда выпирается, но это нормально. Иногда это даже бывает опасно. Потому что, когда речь идет о человеке, там, ну, миллиардеры, олигархи не так опасны, если это, там, какой-нибудь человек, который, ну, не совсем адекватен, но можно, действительно, иногда, можно не так что-то найти, не так подобрать фетиш и что-то не так сделать, да. И даже был случай такой, одна девочка написала мужику своему такую технику, интригу, написала, я кое-что узнал о тебе, я в шоке. И он приехал. И потом молчала сутки, да? Нет, он приехал и с пистолетом, значит, она позвала на помощь своего отца, он отстрелил отцу ногу, вот, отец был сотрудником полиции, вот, но он его сострелянной ногой скрутил, вызвал полицию, выяснил, что этот парень убил человека, а девушка написала, вот так вот просто, смс-ку парню, о том, что все знают, нашла то, чего он боится, да. И теперь его словили за убийство, которое он совершил и боялся, ну, что она узнала. Ничего себе. Вот, то есть такое, можно, 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 можно напороться на что-то такое, бывают такие истории. Алекс, как ты считаешь, должны ли родители разговаривать о сексе со своими детьми и должно ли быть какое-то сексуальное воспитание с детства? Ребята, сексуальное воспитание это большая проблема, у нас его нет вообще. То есть, никто не уделяет должного внимания. На войну государство потратит огромные деньги, да, а на сексуальное образование и на удовольствие населения, да, вообще не почти не тратят. И это то, что срочно нужно менять. Вот, собственно говоря, я иду отчасти до этого, чтобы менять, потому что в удовольствие населения не вкладываются деньги вообще. Сексуальное образование это точно должно заниматься государство, а не родители. Потому что родители сами являются сексуально необразованными людьми. У нас практически нет никого сексуально образованного в России, да. Только сексологи, которые профессионалы, да, но они в основном речат патологией, опять же. То есть, никто не говорит, как быть сексуально здоровым, нормальным. Потому что сексология, опять же, сексология, сексопатология в основном, когда идут к сексологу и к сексопатологу, да, когда есть нарушения. То есть, сексология и сексопатология, они в основном про нарушения. Хотя, изначально сексология вообще, как наука, как статистика была, когда Кильзи только начинал новый виток, да, сексология, там она достаточно, наука такая, беспристрастная. То есть, у нас в основном описано, что происходит. Она ничего не меняет практически, да, нет такого. Вот, а мы исследуем успех в сексе. То есть, мы исследуем именно, как быть успешным в сексе и в жизни. То, что, то же самое, вот говорили, это как разница, как и NLP, например, и психоанализ. NLP начал изучать успешную модель, успех, да, а психоанализ изучал, что изучал нарушения патологии, да. И когда NLP начало изучать успех, это была очень популярная штука NLP. Те, кто занимались, то знают, да, что она действительно очень эффективна. Вот, то же самое здесь. Есть сексопатология, сексология, а есть то, чем мы занимаемся. Мы занимаемся тем, что как быть успешным в сексе, в отношениях с женщинами, в отношениях с мужчинами, там, в соблазнении и так далее. И вот это должно стать вообще, что это нужно заводить в старшие классы школьной программы. Потому что, когда человек изучает, каким ему быть, чтобы быть крутым, да, именно в сексе, в постели, там, со своей женщиной и так далее, и так далее, это всегда отражается на всем. На его самооценке, на его здоровье, опять же, да, на здоровье тех же женщин, ну и так далее. Поэтому это должно заниматься государство, это должно заниматься вообще Министерство образования, да, Министерство культуры, опять же. И поэтому у нас огромное количество предрассудков. В основном в стране одни предрассудки про секс, да, в основном. Общая масса людей узнает об этом. Но мы последние советского союза, начнем с того, что тема была запретная тогда, и наши родители до сих пор... Ну да, то есть в любом случае все меняется. Но знаете, что меня возмутило? Меня возмутило молчать... Сексологи знают, что ты не выбираешь. Что невозможно, пропаганда гомосексуализма это полный бред. Невозможно меня, гетеросексуала, заставить быть геем. Любая пропаганда, хоть с утра до вечера промывай мне мозг. Невозможно ребенка поставить на эти рельсы, да. Если он изначально гомосексуалист, вы ничего с ним не сделаете. Понимаете, да? И это... ...первую книгу. Он об этом всем открыто заявил. И до него лечили от этого. А сейчас не лечат. А наши русские до сих пор этого не знают. Наши русские правители не знают, что гомосексуализм не лечат уже практически 70 лет. Не лечат это. То есть либо ты родился геем, либо нет? Если ты родился геем, ты геем выбрешь. Аликс, вот ты хорошо разбираешься в теме секса. Вот мне всегда было интересно, а почему среди богатых, успешных, известных людей так много геев? Их просто в принципе много. Статистика... Сколько? Статистика такая. Не зависит от социальной прослойки. Ну, по крайней мере, статистика. В шоу-бизнесе каждый второй гей. В жизни же не так. Ребята, господа, значит, в шоу-бизнесе... Ну, это надо делать дополнительные исследования. Почему в шоу-бизнесе в основном, там, певцы идут... Да, да, почему? Ну, это надо делать отдельные исследования. Поэтому вопрос, ну, изначально статистика была такая. Берутся любые срезы общества, и там примерно одинаковый процент. Ничего себе. Этот процент... Мало того, дело тут не в этом. Вот, смотрите, скажу вам, как на самом деле. Никто не знает, никто не рассказывает об этом вам, да? Есть шкала Кинзи. Шкала Кинзи от нуля до шести. Семипальная шкала. Ноль – это всегда только женщины. Шесть – это всегда только мужчины. А между этими нулёвыми шестью есть ещё сколько? Пять пунктов. И эти пять пунктов – это хотя бы один раз мужчины в жизни, да? Дальше идёт. Бывает, что мужчины. И мужчины, и женщины. В основном, да, да, то есть, мужчины, но бывают и женщины. Всегда практически мужчины, но иногда было несколько женщин в жизни, и только мужчин. Вот шкала. И люди все, всей планеты размазаны по этой шкале. И примерно, это такой график, да, то есть, здесь около там 40-50 процентов. Ну, иногда там больше, да? А всё остальное уходит. И вы что, господа, предлагаете? Просто вылечить всю планету от, иногда, желания приспать, противополитироваться с однополным человеком? Да, это невозможно, да? Потому что это противоречит науке, да? Закон там, о пропаганде там, этот весь, о всём этом. Это просто невежество тех, кто принимали эти законы. И почему об этом сексологи молчат? Я же не сексолог. Я просто книги читал. Я читал исследования. А сексологи, они профессионалы в этом. Они все замолчали. Когда, это же ересь. То есть, Госдума занимается тем, что она придумывает идиотизм. Это противоречит всему. И об этом никто не выступает вообще. Ну, это первое, о чём надо говорить. Вот, дальше смотрите. Очень важный момент, опять же, связан со сдерживанием сексуальности. Если ты у человека, возникает, называется, сдержанная, значит, гомосексуальная энергия, которая выходит наружу. Он начинает что делать? Он становится жестоким. Он сдерживает её, становится жестоким. Он получает удовольствие от того, что он избивает мужиков. И вот это было очень смешно, когда спецназовцы и десантники избивали геев в Питере. Понимаете? То есть, одни латентные гомосексуалисты, это скрытые, избивают других. Потому что у нормального мужика, гетеросексуала, не возникает желание избивать мужика. Удовольствие от этого не получает, потому что это удовольствие сексуальное. Это все знания, которые вы можете почерпнуть из книг. Я ничего нового не говорю. Это знания, наука. Но, благодаря невежеству, повсеместному, на это нет правильной реакции. Например, на реакции, когда в Питере избили пацанов каких-то. Немосексуалистов, которые куда-то что-то вышли. Была вообще непонятность совершенно. Типа, народ это добрый, вы что, охренели что ли совсем? Это противоречит науке. Наука гласит нам о том, что эти люди не виноваты, они выброшены. А те, которые их избивают, они фактически латентные губики. Потому что у них излишне желание избивать. У нормального гетеросексуала не возникнет желания контактировать с геем даже. У меня не возникает желания контактировать с геем. Не бить его, не издеваться над ним. Тоже в Чечне издевались над бюбосексуалистами. Вот недавно скандал был. Это тоже бюбосексуализм. Потому что они издеваются над ними, насилуют их фактически, насилуют. не сексуально, но они все равно их понимаете, да, то есть вот что происходит но об этом никто не говорит никто не говорит это в первую очередь меня возмутило вопрос от, опять же, Тамерлана Скяева, руководителя департамента продаж, компания Демэксперта он спрашивает, Алекс, а тебя когда мы соблазняли самого? девушки? да бывает, у меня даже мужики иногда соблазняли то есть ты как бы понимал это, что тебя соблазняют и ты поддавался самый лучший первый ход, который, когда тебя соблазняют женщины, это подыгрывать подыгрывать, да? делать вид, что ты ведешь многие мужики, когда начинают видеть, что соблазняют, они начинают напрягаться да, есть такое у них разрыв шаблона происходит сделать вид, что ты ведешься на все интриги что ты ведешься на все фишки влюбления да, ты ведешься на все вот, что она делает и это самое главное женщина, самый главный момент соблазнения женщин да, это сделать так, чтобы женщина она пошла в игру, все то есть она должна быть втянута так раз и в игре когда она попадает в игру, ее закручивать начинает она начинает разные фишки придумывать классные алекс, а тебя часто отшивали? ну, количество отказов всегда больше, чем у количества успехов серьезно? да даже у тебя, да? у мегапрофессионала такого? всегда мегагуру это нормально первое, что такое женщина, это нет ну, понимаете если вам скажут, что есть такие люди которые никогда не говорят нет, это все полное вранье то есть, есть женщины, которые сразу говорят, да, их очень мало на них молиться нужно но, в основном, в основном, женщина говорит нет она все время говорит нет и вот, искусство соблазнения, как нет, говорит да каждый раз она начинает с того, что нет и это классно, да? это классно, потому что если ты будешь совершенно равнодушно к этому относиться к ее нет и будешь относиться с юмором, да то ты будешь соблазнять любую женщину потому что ты не будешь уходить просто а ты не чувствуешь, что женщины считают себя обиженными после того, как переспали с тобой потому что ты их соблазнил нет ты же, по сути, применил какие-то методики НЛП и они оказались в ловушке это как-то пишет про НЛП? нет, просто здесь спрашивают, как вот девушки которые жертвами становятся НЛП не имеют к этому вообще никакого отношения то есть, методики соблазнения, они к НЛП не имеют отношения но тебе не жаль этих девушек, которые попадают в твои ловушку почему? они же получают удовольствие они может хотят больше женщина получает больше, чем мужчину удовольствие может, они хотят отношений, а ты уходишь на самом деле, смотрите, господа, женщина всегда может хотеть отношения а что такое желание отношений? желание отношений это желание, чтобы ее кормили правильно? то есть, надо рассматривать это с точки зрения стратегии соблазнения если женщина хочет, чтобы ты ее кормил значит, скорее всего, она не хочет любви с тобой она хочет того манипулировать а любовь, это когда человек, тебя может отпустить то есть, ты ничего ему не должен вот представьте себе, все знают, там, Блюса Виллиса допустим, он уже старый, конечно, но хороший пример многие девочки мечтали вас соблазнить у одной из девочек не возникнет вопроса, почему он с ней не встретился второй раз она будет благодарна только за возможность один раз не встретиться кстати, да, это правда понимаете, да? это правда это реально, значит, почему? потому что, вот это и есть то, что нужно то есть, первое, значит, вообще на самом деле основы основ психологии и эффективной коммуникации основы основ Канта, основы основ буддизма, да? это никто никому ничего не должен это открытие произошло недавно 200 лет всего где-то это недавно, Чернов, на самом деле для того, чтобы изменить систему образования и воспитания нашего необходимо гораздо больше времени, чем 200 лет то есть, основа основ это, что никто никому ничего не должен как только ты начинаешь думать, что тебе кто-то что-то должен коммуникация становится неэффективной понимаешь, да? то есть, возникают созависимости вот эти травмы и так далее это самая эффективная позиция твоя в жизни думать, что ты никому ничего не должен никто тебе ничего не должен тогда у тебя идеальные отношения выстраиваются со всеми людьми да? вот и этому огромное количество подтверждений об этом говорят философы Канн, Гегель об этом говорит Ковалев да, психотерапевт известный да? лечение созависимости постоянно одна тема лечение созависимости да? об этом говорит буддизм да? то есть, необходимо как можно больше человеку свободой быть независимым опять же, да? то есть, когда мы порабощаем человека вот почему я против на самом деле вообще института брака я считаю, что институт брака это просто рабство 21 века которое оно уйдет рано или поздно а как тогда семьи создавать, детей рожать? значит, необходимость создавать семьи такие, какими они сейчас являются да? она произошла исторически то есть, люди должны были кормить друг друга вот смотрите когда люди на стадии выживания да, здесь необходимость создавать семьи когда люди уже живут там чуть повыше, да? светское общество там еще выше, да? там совсем высоко, да? когда у них огромный достаток нет необходимости и они не должны создавать семьи из необходимости а только по желанию. То есть, хочешь в брак по желанию, но не по необходимости. По необходимости это не любовь. По необходимости это против чувств. То есть, чувства возникают только тогда, когда никто никому ничего не должен. Когда я хочу, вот я хочу с ней общаться, я хочу с ней встретиться. Вот как надо встречаться, да, тогда. Вот есть здесь две крайности. Есть эмоции и чувства, а есть должностование, да. Вот эмоции и чувства это антоним должностования. Брак это должностование. поэтому брак да вот разрушает это убивает институт брака просто уничтожает любовь об этом одним из первых начал говорить оша один из первых человек который сказал в открытую что институт брака уничтожает любовь если вы хотите чтобы закончились разводы хотите чтобы прекратить разводы разрушить институт брака и прекратятся разводы сразу же потому что люди перестанут расставаться что у них конфликт будет исчерпан если ты ничего не должна и я ничего не должен встречаемся любим друг другу мы встречаемся люди очень-очень длинная вообще-то там нужно много ряд лекций провести аспекты психология философия современная социальная психология религия даже современная входит и все они доказывают вот эти позиции на самом деле о том что если мы хотим убить любовь то нам обязательно нужно сказать вопрос от блогера виктории альмирес рейс если бы у вас была дочь вы бы учили о своем убеждении все мужчины мира и все женщины мира сейчас своих детей учат следующим образом ты товар они говорят своему дочерям ты товар ты должна выйти замуж за тебя должны дать хорошее преданное ну в прошлом было тогда преданное женщина не товар женщина личность и девочки охотницы они учатся иметь мужчин они не учат иметь для своего удовольствия их они учатся да вот как настя вообще круто сказал я спрашивала байрак скажи как он тебя выбрал почему он тебя выбрал она отвечает на полном автомате и совершенно задумываясь потому что это так и есть это не он меня выбрал это я выбрал его я она решила не ее как товар взяли продали там олигарху она нашла его выбрала его соблазнила его там трахнула его появила его там что-то сделал любил его разбил ему сердце вот это для женщины важно позиция автора она не является жертвой которые будут продавать кому-то по старым традициям там бывают такие традиции и ко мне приходят девочки не жалуются они прошли через этот опыт продажи когда семья который ведет образ жизни ну и там соответственно живет законам старым городом да продает ее хорошую другой семье да она там практически рабыня в этой ситуации не нравится мужчина который там ее покупает фактически да но она должна выйти замуж выходит за него замуж это насилие вообще над личностью да это старое это должно разрушиться это это рабство человек должен быть свободен то есть женщина должна быть образована так что любая женщина свобода любая девочка она выбирает мужчину себе сама и делать им что хочет для слова удовольствия вот это основа основа то что всем девочкам должны сказать не то что тебя какой-нибудь мужчина найдет и должно быть хорошей женой там варить ему борщи носки носить и тогда он тебя возьмет в жены и он будет богатым и так далее это все полная ересь надо учить их так ты должна быть личностью у тебя должны всегда свои деньги своя квартира своя машина лично это должна сама себе купить позволить и поставить любого дебила если вдруг он тебе просто не понравится никто никогда тебя не должен содержать никто тебе ничего не должен тебя должно быть все свое девочка больше нужно говорить очень в общем вы со свадебным королем денисом байгужином такие антонимы абсолютно противоположная идея он считает что женщина должна зависеть от мужчины и делать так чтобы мужчина зарабатывал делился а ты считаешь наоборот что женщина должна самостоятельно сама зарабатывать я не вхожу в антониму ни с кем кстати денис по моему он очень явно знакомого следователь системы многие девочки рассказывают что там много упражнений и он делает из них молодец да 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 молодец из твоих книг из моих там ну и других он собрал лучшие вещи как бы и это круто что он делает это очень круто но он как бы немножко другую идеологию заводит иногда другая он двигается в том же направлении на самом деле просто он делает это по-своему да он учит женщин чему-то да быть лучше эффективнее там но идеологии немножко другая это не антоним все люди которые занимаются темой тренеры все там которые учат чему-то вообще людей не могут быть моими антонимами потому что мы все за образованием но просто у одного тренера один взгляд на эту историю другого другой но есть закон вот самое главное это закон это всеобщность и необходимость пока называется да это означает что всегда так и закон он отличается от всего основного тем что если ты не берешь гравитацию он всё равно на тебе будет работать и вот этот момент с тем что личность должна быть независимой человек не может быть рабом да это закон и как не выкручиваю все да это закон даже если церковь против даже если морально Против религии всех стран мира Мы против того, что земля Круглая, она будет шарообразной Это земля Но же самое здесь, в этой истории Даже если все против мировиста мира Против меня ополчатся, скажут, что нет Женщины должны быть рабы, не мужчины Это не так, ребята Потому что человек изначально не раб никому И женщина имеет права Такие же абсолютно, как и мужчины Абсолютно такие же, одинаковые Она никому ничего не должна И первый закон, что никто никому ничего не должен Каждый должен быть независимой Самостоятельной личностью Каждый должен быть своя квартира, своя машина Свои деньги, да? Независимо от мужчины Потому что любая зависимость Она создает огромное количество проблем Личность становится зависимой, неэффективной Зависимая личность становится неэффективной Как гражданин общества Почему женщин возбуждают успешные мужчины? Обеспеченные Это еще пошло из инстинкта древнего То есть любая... Как ты к этому относишься? Она хочет быть с вождем Как ты к этому относишься? Хорошо Я к всему хорошо А почему тебя любят женщины? У тебя нет ни дома, ни квартиры Ни многомиллионного состояния Почему ты так любят женщины? Потому что женщины любят ни за дом, ни за квартиру Ни за многомиллионное состояние А не знаю, почему конкретно они любят Каждая по какой-то своей причине Где-то совместимость хорошая В сексе Где-то нравится концепции какие-то там Может быть Кому-то нравится Кто-то... У меня же не все любят У меня же кто-то не любит Но я некоторые женщины ненавидит Да, я знаю Кстати, очень многие женщины тебя ненавидят Это правда Даже вот комментарии были не лицепрятны некоторые Да, это хорошо, что они есть Потому что, вот смотрите Дед Год В общем, есть классная штука такая Вот о фрейдовской, бердовской теории изначально Психоанализа, да А о том, что есть либидо и мартида И это как два сообщающихся сосуда И очень часто, да Когда мы очень любим человека Мы его ненавидим Эти вещи От ненависти на любви Дед Шак Это народная поскольку Но это то, что заложено в нашем механизме Изначально То есть, если человек скажет Самое плохое, когда соблазнитель не вызывает никаких эмоций То есть, человек не вызывает никаких эмоций Это хуже всего Поэтому лучше ей нагадить, да Ну, то есть, лучше даже вызвать негатив у женщины То есть, есть крутой стиль Называется стиль подонка Слово стиля в том, что ты придумываешь, как сделать так, чтобы она от тебя сбежала И сделать это наиболее заощренным способом Вот это очень крутой стиль Потому что ты достигаешь успеха в этом стиле Всегда Если ты имеешь успех, она от тебя валит И ты над этим смеешься Потому что это смешно Вот Ты сделала это как-то красиво, классно Если она наоборот То есть, часто бывает такое Что ты специально что-то делаешь Чтобы женщина сбежала Например, начинаешь шутить Пошту Презервативы разврасываешь Пукать Ковыряться в носу Можно, кстати Иначе есть один человек, который пердит так, что это привлекает Стиль Андрея Пукера называется У нас есть такой стиль, да Стиль Андрея Пукера, который просто нарушает все правила Он может пердеть там Делать всякие вещи И это привлекает женщин А почему девушкам нравятся плохие мальчики? Откуда это идет? Такие наглые, которые себя плохо ведут Даже, может быть, бьют Еще что-то Они все равно их любят Характеристика высокорангового изначально самца То есть, это инстинкт и древние эмоции женщины То есть, те, кто И потом Это яркость То есть, женщина всегда реагирует на какую-то яркость, необычность Потому что Это означает Всегда яркость, необычность Это означает Креативность Это означает Что самец изначально Имеет большее количество Каких-то навыков, чтобы выживать В этом мире То есть, он может быть более живучим Если он такой То есть, как бы, объясняется вот в отологии Если он такой Еще до сих пор живой Значит, он очень сильный Ну, например, там Что такое харизма? Это когда есть какое-то отклонение Да? Сильно Которое должно мешать жить по идее Но оно не мешает жить Наоборот Возникает объяснение Такую женщину в голове Что раз он до сих пор жив Многие, кстати, про меня так говорят Что если я до сих пор жив То значит, наверное, сильный человек Что не убили до сих пор Вот Многие вещи, которые я делаю Они будут опасны Считаются Люди там Пишут мне многие, кстати Да? Вот я сейчас Начал Программу президентскую Начал выступать Про то, что И многие начали писать Аликс, ты не боишься умереть? Не боишься, что тебя как Навальный Там будут Зеленкой там стрелять В Навальный, да? Зеленкой стрелять Начинают там Что-то такое писать И я посмотрел Сколько людей страхов И вот Любой человек Который идет Напролон куда-то Он всегда нравится женщину Потому что это человек Который выживает В этом мире Эффективно Но я хочу сказать Что это все-таки Надуманные страхи Потому что Наш мир уже не опасен Он был опасен Может быть раньше Когда там Мамоты Еще жили И были опасны для человека Сейчас уже нет Сейчас нет таких опасностей Сейчас опасность другая Опасность с курицей, с пиццей Вот опасность Реально Для людей А нет уже таких больших проблем Дальше от горячих точек А они среди Хочут испытывать какой-то страх Оно хочет Экстрим в жизни И они начинают Что-то бояться Они начинают Бояться выходить на улицу Бояться выходить к женщинам Бояться заниматься политикой Боятся ходить на митинги Мы любим Ходить на митинги Прямо к Кремлю Выходим с плакатами Говорят, они там не санкционированы Нас разгоняют Даже иногда там сажают Но это же весело Мы же живем ради того Чтобы было это все Алекс, я знаю, что Вы любите Вот ты и твои последователи Очень любят Нарушать все правила И как-то вот Даже, скажем так Совершать какие-то безумства Вот, например, вы там Раздевались до гола И бегали по Москве Для чего вы это делали? Ну, это не мы Это как бы ребята Делали, да Такого задания нет Бегать голу по Москве Но народ У нас такое правило На самом деле Нет натрения Для таких вот инструкций Беги по Москве голыми Обычно у нас по-другому Происходит все Мы группе говорим Что вам нужно придумать Сейчас нарушение правил То есть задание такое Нужно Нельзя сделать можно А можно сделать нельзя Например, там Можно пить кофе Но нельзя пить кофе под столом Взять девушку И попить кофе под столом Под столом поцеловаться с ней Можно просто целоваться А под столом нельзя целоваться Обычно так не делают Это как из Можно сделать нельзя А нельзя сделать можно Тоже можно такие вещи Можно придумать что нельзя И это упражнение Очень креативное И у нас идет креатив То есть мы когда собираем группу Мы начинаем придумывать Генерить разные варианты Это и есть фишки по соблазнению Крутейшие Которые вызывают эмоции у людей И каждая группа придумывает что-то свое Один раз в Ростове Группа придумала наказание Это было наказание Пробежаться в трусах И голые кусаки по улице И значит целую остановку Ну и местные власти подумали Что это такое восстание голых и зада И они положили всех мордами в пол И там они значит напали Они сделали маски-шоу Есть фотки известные вот эти Где на тренинг пришли Амутцы значит решили Что мы нарушаем правила Но у нас есть важный принцип такой На тренингах Это мы не нарушаем у Кайры Все знают его И законы уголовного кодекса Не нарушаются Это не то что можно нарушать Здесь черта красная Которая соблазнитель никогда не пойдет Потому что если ты соблазнитель Будешь нарушать уголовный кодекс То ты своим соблазнением Больше года не проживешь И окажешься в тюрьме Все Никто не хочет этого Алекс, это правда что Вот ты Скажем так Специально не покупаешь себе жилье И живешь только в отелях Правда А почему так? Что это? Это свобода Для меня Не быть зависимым От какого-то одного местоположения То есть я Когда перемещаюсь Когда человек сидит Ну вот в своей норе Я называю это норам Я тоже просидел на реке Где-то примерно сидел на реке Ты как-то засыпаешь То есть ты засыпаешь Вот нету какой-то динамии Инстинкта самовыживания Какого-то Нет, даже не инстинкте дела То есть когда ты Вот я отшельник на самом деле Я путешествую Я все время путешествую Я обездил огромное количество стран Сколько стран посмотрел уже Сколько стран посмотрел 55 Ничего себе Я недавно в Норвегии встретился с человеком Который был в 100 с чем-то там Где-то под 200 стран Круто Офигеть Это весь мир Я даже не знаю Сколько ситуаций Около 200 А? Около 200 Я был Я говорю Швейцарец Он сам на веки Снегурнагруст Он сам швейцарий Он говорит Я ничего себе Вот это да Это образ жизни Скорее всего Да И он очень широкий взгляд В человек То есть он видел Все разных Этих сам Я вот кстати говоря Считаю Что президент Это должен быть Человек С самых широких взглядов Который сможет охватить Все Направления Понять всех людей Понять и придумать Как сделать так Чтобы было все нормально Чтобы во-первых Эти люди Не входили в конфликт Со стальными Сделать так И никак не притеснять Этих людей Эти группы Бывают разные группы людей Которые живут как-то Не так как все То что сейчас В России этого нет И соответственно Это много мучает Быть обшельником Это очень много мучает Во-первых Ты постоянно общаешься В разных культурах С разными людьми И ты понимаешь Что вот эти все законы Многие законы Это бред Потому что Я путешествую По 55 странам Всего лишь А их гораздо больше Жил где-то Я видел противоречащие В разных странах Ограничащие С другом Противоречащие Законы Но по определению Закон это нечто Всеобщее для всех Это означает Что вообще В идеале Закон Для всех планет Одинаковый То есть если В Амстердаме Разрешены проститутки То они должны быть Разрешены во всех странах Да Потому что Если бы в Амстердаме Они были разрешены И Это было бы Приводило бы К упадку общества И К деградации общества Да То их уже там Не было давно Амстердам Там Нидерланд Замечательная страна Да Этого нет То есть То же самое Дания Да Вот А Норвегия Например Там нельзя Ни снимать женщин Ни Женщин Нельзя Продавать себя Это противозаконная Тоголовная статья Вот чем Норвегия Отличается Они рядом Находится Все Европа А где тебе отношение К сексу По-моему Всего Какой стране Россия Как это ни странно Потому что Русские Они Это были атеисты И Нас еще Не испортили То есть Такая вот Сексуальная революция Сейчас Возможно Только в России Собственно говоря Поэтому мы ее и начинаем Сейчас Интересно Потому что Отношения К Отношения между Мужчиной и женщиной Здесь еще Пока что Они Не сформированы Так как это В Штатах происходит В Европе То есть Нельзя быть верующим И быть Таких взглядов Как ты Можно Нет Верующим Нет Нельзя Нельзя По одной простой причине Я занимался Разными вещами Я изучал Религию Разные И направления Вообще говоря Это все очень интересно И когда Допустим Я изучаю Буддизм Я буддист Когда я изучаю Христианин Когда я в храме Буддистском Я буддисты Использую Ко мне Противляются Потому что Я в системе Не должен Пробегать к системе И пытаться Разрушить И доказать Что их вера Говно Как многие А это не есть Измена Внутри Себе Своим взглядом Потому что Человек Все таки Это что-то Разумное Он не может Измена Это когда Ты Мне нравится Высказывание Оша На эту тему Что если бы Создатель Тебя Кем-то Изначально Породил Создал Кем-то Конкретно То он бы тебя Очень сильно Ограничил Поэтому Создатель Сделал тебя Никем Чтобы ты Мог быть Кем угодно То есть Когда ты Никто Ты можешь Быть Кто угодно Ты можешь Заниматься Разными Вещами Ты не Пречисляешь Себя Никакой Из групп Населения То есть Ты человек Мира Вот как Казанов Говорил Писал Я человек Мира Я тоже Человек Мира Есть многие Люди Мира Человек Который Может понять В разных Системах Разные Языки Есть язык Христиан Есть язык Мусульман Есть язык Буддистов Каждый Это очень Интересные Религии Где-то Есть какие-то Интересные Вещи Умные Мудрые Мысли В каждой Из них И Этого Человека Системы Я знаю Нужно Понимать Многие Люди Я знаю Фанатиков Даже Мои Теми Есть Фанатики Мои Теми Гораздо Лучше Конечно Как Системе Мы держимся На фанатах Моя система Держится На фанатах Я сам Фанат Сколько у тебя Фанатов В России Примерно Примерно Следователей Тираж Прочитали Миллионы Людей Сколько Фанатов Это непонятно Они Все Меняет Я умирал Их стало Меньше Или больше Когда я умирал Стало Тех Кто активен Стало Меньше Сейчас После того Как я Воскрес Стало Больше Чем было До То есть Они Аккумулировались Сейчас Многие люди Подписывают Организуют Штабы В регионах Для того Чтобы Президентскую Компанию Двигать А собираешься Ли ты еще Умирать В будущем Пока Нет Но вот Если не стану Президентом Может быть Иисус Как сказал Так и будет Не боишься Тому Что Люди Уже Не поверят Это Это Вообще Я Слово Не боишься Для меня Это Как Человек Который Прошел Через Свою Собственную Смерть Чего-то Бояться Это Кстати Очень Интересная Штука Ощущение Кристина Чаплыгина Спрашивает Где Вам Нравится Еще Жить Помимо России Везде Есть Что-то Интересное То Кайфожорство Кайфожорство На Религии Кайфожорство Я Кайфожорик А это Не есть Позиция Слабого Человека Почему Кайфожорство Ну Желание Кайфовать Постоянно И не делать Ничего Сложного То Что Не Приносит Удовольствие Мне Нравится Делать Важный Вопрос Вот Смотрите Господа Важный Вопрос Аристотель Еще писал Про Удовольствие Различное И от Чего Человек Приучает Определенной Последовательности Действий Сперва Это Сложно Сперва Ты Испытываешь Затруднение И Неудовольствие А Потом Когда У тебя Начинает Получаться Ты Испытываешь Удовольствие Еще Созидание Поэтому Здесь Вообще Никаких Противоречий Нет Религия Кайфожорства Она Как бы Это Шуточное Название У нас Есть Разные Грубо говоря Не хочу Ити На фитнес Лежу На диване Это Есть Тоже Кайфожорство Я считаю Нет А Почему Фитнес Это Кайфожорство Еще Гораздо Больше Но Многие Не хотят Тягать Там Штангу Подтягиваться Это Усилие Аристотель Написал Удовольствие Иногда Вы Испытываем Удовольствие От Пережитых Неприятных Моментов Иногда Человек Селит В тюрьме А потом Мы об этом Всю Жизем Он Приятности Не будут Случаться В жизни То Жизнь Станет Неинтересной Реально Неинтересной И поэтому Отношение К негативу Отношение К негативу В жизни Это то Через что Я прокачиваю Всех людей Кто ко мне Попадает На тренинги Почему У нас У многих Нет успеха Почему Потому что Они останавливаются Сразу Как только Негатив Надо Лучиться Кайфовать От негатива И использовать Его Для того Чтобы Двигаться Дальше То есть Кайфовать От того Что У тебя Что Не получается К этому Привыкнуть Нормально К этому Относиться Прокачаться По негативу Это называется Когда Ты человек Прокаченный По негативу У тебя Что-то Не получается У тебя Правильно К этому Отношение Все нормально Идешь Дальше И когда Человек Вообще Ни разу Никогда Не пробовал Пойти Против Себя Систем Не понимает Этого Еще Например Крыжок С парашютом Что Такая Прыжок С парашют кстати как надо себя преодолеть чтобы спрыгнуть с высоты 4000 да я прыгал я кстати прыгал на честном а какой кайф шикарно секунды все садятся на эти первые секунды когда начинает тянуть и когда ты просто проваливаешься в пропасть и ты охреневаешь просто что с тобой происходит как тебя тянет земле с какой скорость ускоряешься момент самый крутой первый момент да вот это круто у меня андрей попер подсел на эту историю то есть у нас удовольствия и удовольствия не связаны друг с другом и когда у население важный момент надо приучить себя к определенным вещам делать на автомате когда мы делаем на автомате то что нас сейчас напрягает то есть лень поэтому она не глядя как пожертву лень это наоборот это введение тебя в не удовольствие потому что ты ленишься ты не включаешься быть успешным ты не включаешься работать за это у тебя нет ничего у тебя нет денег там у тебя нету средств на пропитание там да ты не можешь кайфануть на самом деле то есть то что ты ничего полезного общества не делаешь тебя на обратно не платят а когда ты включаешь себя там много работать вначале тебе сложно потом становится хорошо и гораздо лучше чем раньше и поэтому здесь важный момент что кайфажерства многие неправильно понимают что это ничего не делается приятно расслабиться ничего не делается когда ты хорошенько попахал когда ты 30 часов пахал и очень приятно расслабиться есть анекдот такой про кайф если алекс если скажи пожалуйста если красивая женщина офигенная просто вот стоит да на у тебя блоком такой что очкуешь прям подойти познакомиться с ней как ты борешься этот свой страх я в покер спросил андрей там 50 прыжков сделать уже не страшно прыгать знаешь говорит вот иди спроси у него он сделал три тысячи прыжков все равно взлетаем все понтуются не страшно а перед тем как выпрыгивать всегда страшно то же самое с женщинами все равно страшно если у тебя сердце перестало биться ты стал уже не как побороть свой страх алекс перед красивой женщины не надо его бороть надо идти к страху неправильный подход когда ты говоришь бороть страх и удовольствие будущем то есть действует кодекс мастера ходится там сказано страх это удовольствие будущем это касается многих страх например боязнь высоты это кайф от высоты будущем боязнь там воды такая попадает будущем это кайф поэтому очень часто боязнь это кайф поэтому просто а если какие-то приемчики универсальные как побороть свой страх и как не заплетать язык когда общаться с такой женщиной заплетать как иди к страху заплетать был случайный такой я подходил девушки и я тоже оборуду историю и боролу не знал что не надо бороться ни с чем мы используем принцип айкидо не бороться не надо бороться надо просто использовать да и я очень часто тысячи камни делу не получили который заигрался постоянно я использовал музыка не того чтобы он смог соблазнять же ничего себе я сказал еще заикает еще сильнее чтобы чтобы было смешно смешно и в свое время у меня тоже был такой момент я работал там перед девочкой смотрел там классно а вот и я подошел и я понял что у меня спирает дыхание но как это бывает у мужиков когда очень классная женщина или спирает дыхание я и сказал привет 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 я не знал что говорить я еще раз сказал привет еще раз ответила привет и так я говорил и привет раз десять это описался книги то есть можно просто на привет коммуникацию выстроить женщины не обязательно вообще разговаривать принципе если у вас происходит знакомство да можно и не разговаривать с ней можно общаться на языке жестовки есть упражнения это называется взять контакты девушки без слов то есть нельзя говорить да это развивает то есть когда подходишь и многие люди выполняют упражнение взять телефон без слов они говорят о том зачем вообще столько разговаривал дальше и не понимают потому что можно было вообще ничего не делать просто каждый раз жестикуляции а что самое главное мужчине для того чтобы соблазнять женщин не вопросы приходят просто главное оружие вообще везде это мозг мозги это и оружие и соблазнение самый главный мозг то есть чтобы соблазнить любую женщину можно придумать комбинацию действий который придет к соблазнению можно работать команды как мы это делать да мы соблазняем женщин команды олигархов соблазняем команду для девочек мы девочки соблазняют девочки помогают нам Мы помогаем им. Это такой бата. То есть, Настя соблазнила, по-моему, главное, мне соблазнить очень много красивых женщин. Я за это помог ей соблазнить одного олигарха. У меня одного, на самом деле. Мы знаем только про одного сейчас. То есть, это бата. Многие спрашивают, чем Настя расплачивалась за олигарха, чем Настя расплачивалась за Руслана Золотова. Настя живым товаром расплачивалась, соблазненными женщинами. То есть, у нас иногда можно это как валюту поднять людей, которых мы соблазняем. Круто. А вот женщины, которых ты учишь соблазнять богатых людей, для чего это все делается? Они на этом зарабатывают или что? Нет, просто так. Просто так, ради кальфа. То есть, ощущения девочки, которые вот я спрашивал, что вы испытываете. Она говорит, представляешь, говорит, меня трахает тот, который трахает весь мир. Афигеть. Я, говорит, чувствую такое количество энергии. Представляешь? Я чувствую, я меняюсь после этого на эмоциональном уровне, да? То есть, просто человек, который имеет всех, имеет меня, или я имею его, да? Потому что Настя и сама имела этого человека. Ну, в смысле, не, как его можно подумать, а имела моментально его. То есть, она его имела. Она чувствовала это, она чувствовала, что она его имеет. И вот ее это вставляло, да? Очень приятно. Женщине чувствую, что она манипулирует мужиком, который управляет миром, да? Король. Это человек, который управляет миром. Есть девочки, которые встречаются с королем, ну, в Саудовской Арабии, там, в разных странах есть короли еще. Сохранились, да? Они говорят, вот, человек энергетический, да? Даже, ну, там, многие говорят, он взращенец, там, он сегодня растил член, там, и так далее, и так далее, да? Но, знающие люди, ну, да, есть такой факт, что один из королей, не будем называть имя, но все прекрасно знают, кто в теле. У него огромные члены, он нарушенный там, силикон, там, что-то, какие-то цифры, там, использованные. Там настоящий король. Настоящий король. Вот. Встречается с девочками, и у него огромный член. Он любит женщину, когда испытывают боль. Он чувствует это. То есть, он садист, короче, такой. Он, да, немножко с наклонностями. Вот. И он тащится от этой женщины. И некоторые говорили, что ощущение вот энергетика человека, да? Человека, который имеет мир, она как-то, или передается, или они сами себя накручивают, может быть, этого нет, да? Но, как бы, это страшно, это способность прикоснуться к чему-то очень сильному, гениальному, да? Потому что, ну, многие люди, гений, которые находятся вверх кушке мировой промыли, да? Это гений. Это аккумулятор энергии. Невероятно. Настя писала там про Росклану Золоту, да? Что этот человек с невероятной просто энергией. Огромное количество. Он может работать все время и спать по три часа. Читает пять книг документов, да? То есть, это... То есть, это все не просто так они становятся миллиардерами. Не от того, что им повезло, или там их родители... Абсолютно. И это понятно. А это все, ну, там, вот, известные, да, кто общался с Плохором, например. Все говорят... Он говорят, мальчиков любят. Миша, ну, нет, там, разные вещи. Вообще, на самом деле, он любит мальчика подобных девочек. Да, ладно. Да. Чтобы, ну, это вот есть такой фетиш вообще. Офигеть. Вот. Ну, ладно. То есть, я просто знаю, там, люди, которые встречаются, да? И рассказывают, что человек любит мальчика подобных девочек. Ну, мальчики мне ничего не рассказывают, да? Профорно. Я с мальчиками не работаю, поэтому... Вот. У нас тема все-таки... Собладление разнополое в основном. То есть, бывает такие, что там вопросы идут. Ну... Вот. И у него гигантское количество энергии, которую некуда девать. Вот почему он становится олигархом. Хм. То есть, человек все-таки занимает свое место. Как правило, такие люди любят много секса и много женщин, скорее всего. Как правило. Да? Как правило, да. Вот Кеннеди. Говорят, Кеннеди был страшный. Просто... Любовник такой. Он очень... Я слышал про то, что Гиппократ якобы называл геракомией даже. Вот этот эффект омолаживания за счет молодых и новых женщин. Новых и молодых. Я тоже слышал про это. Геракомия. Можете в интернете почитать. Но, опять же, это слухи. То есть, нет. Я нигде не нашел там... Научных нет. Научных нет. Но это слухи, что это именно Гиппократ. Именно какого было мнения, что действительно существует. Но я по себе скажу. То есть, я консультирую, например, известного политика одного еще в начале своей карьеры. И он... Я видел этот эффект. Человек на 20 лет молодел. На глазах просто. Когда у него было несколько красивых женщин молодых. Две женщины у него в кровати. Он молодел на 20 лет. На глазах у него разглаживались морщины. То есть, внешне. А когда у него была неудача с женщиной, он старел. Он становился таким старым, противным. И даже запах меняется у человека. То есть, действительно, вот этот момент. Многие ходят, дедушки больные, возле подъезда. В каждой крючевке вы видите этих людей. Людям по 60-70 лет. Вот смотрите. Александр Рапопорт. Ему гораздо больше. Но в своей семье с чем-то лет он имеет шикарную потенцию и до сих пор соблазняет женщину. До сих пор встречается. До сих пор. До сих пор знакомы? Да. У него плетка висит в квартире. Я, говорит, зашел к нему в квартиру. Он сказал. Я говорю, что это? Он говорит, это вот плетка, новая штука. То есть, 70 лет и до сих пор играет? И он сам скачет на лошадях в фильмах снимается. Он сам участвует в некоторых трюках. Он сам дерется. Он качается. То есть, человек, ну, понятное дело, что есть определенные генетические факторы, которые предположились у него к этому есть. Но он всю жизнь живет именно полной жизнью. Полной жизнью. Жизнью полной женщин. У него много женщин. Очень большое количество энергии от них получает. Конечно, это такой важный фактор. И это, ну, из-за чего это не следовано? Из-за того, что все время кто-то мешает. Да? Морали, религия, там, и так далее, и так далее. Мешают исследовать эту историю. Потому что я вижу эти вещи в жизни. Это нормальные люди. У тебя говорят, бабник, там, много женщин, там, сексоголик, там, я сексоголик. Есть даже клубы, где признаются... А ты считаешь себя сексогольным? Знаешь, я недавно у СССР, где-то было, недавно, шесть лет назад, недавно. Ну да, недавно, СССР. Вот, недавно спросил у своего друга-сексолога, я тогда шесть лет назад пришел, у меня был секс с шестью девочками одновременно, да. И меня дико перло. Я думал, я, блин, готов выжигать. Столько энергии было от этого. Вжить. Просто лазером там все, и так далее. Нереально было просто что-то. Я прихожу к Саше, по-моему, и говорю, Саша, мне кажется, сейчас сойду с ума от этого количества энергии. Блин. Я нормальный человек. Скажи, можно сойти с ума от того, что у тебя... Он такой, посмотрел на меня. Ага. Ты совершенно нормальный человек. Это совершенно нормально. Я говорю, а почему же тогда все скрывают? Ну, по разным причинам. Там морали, туда-сюда, религии и так далее. То есть, с медицинской точки зрения это классно и хорошо. С точки зрения иммунитета это классно и хорошо. С точки зрения науки это хорошо. С точки зрения морали это сейчас считается плохим. Но мораль, когда идет, вы знаете, что происходит в морали? Про звезд науки идет. Наука идет, да? Получается, что... Наука выносит мораль все время. То есть, получается, ты сексоголик, но это как бы нормально. Нет такого сексоголика. Вот нет такого. Нет такого. Есть здоровый человек, который... Значит, зацикленность может быть на чем угодно. Но почему одни мужчины смотрят налево, а другие нет? Такая вещь важная. Бывает зацикленность на водке, бывает зацикленность на кофе, бывает зацикленность на чем угодно. Да. Зацикленность на работе, да? Да. Так любая зацикленность это плохо. Мы говорим о том, что циклы... Буддизм говорит о том, что циклы надо разрывать. Да? Мы должны разрушать любые циклы. Зацикленность на женщинах. Но у олигархов нет зациклений. Что такое патология уже, когда до патологии доходит? Там сексоколик – это человек, который ничего вообще не видит, кроме секса. Он зациклён только на одном. На чём угодно ты будешь зациклен, это плохо. На любой вещи. Но когда у тебя просто много секса, ты занимаешься всем, много чем занимаешься, у тебя куча бизнесов, увлечений, и у тебя ещё при этом огромное количество секса. Горел женщин. Каждый день много, каждый день пять новых. Нормально, это хорошо, здорово. Это классно. И это надо... Вот почему Руслан Золотов, человек, который фактически так живёт, а многие живут так, многие политики так живут. Они боятся показывать общество, потому что общество непривидное. Но они так живут. В истории будет известно, что они так живут. Все знают, что они так живут. Так надо менять общество, потому что обществу тоже надо понимать это. Понимаешь? Не надо стесняться этого. Надо наоборот раскрыться и сказать, ребята, это нормально. Вы. Я нормальный человек. Я чувствую себя здоровым человеком. У меня огромный успех. У меня успех в политике после оргии с пяти женщинами. У меня есть успех в бизнесе после оргии. Мне это полезно. У меня специальные службы существуют для того, чтобы поставлять в вагоны модели. Это хорошо. Это правильно. И это так должны жить все люди. Ну, по крайней мере, не то, чтобы все должны жить. Не надо заставлять так кого-то жить. Кто хочет жить на ногам, ну, скажем, на ногам. Ну, не надо запрещать людям это. Ни с какой моральной точки зрения, ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения религии мы не имеем права это запрещать. Вообще никак. То есть, человек считаться должен нормально такой. Они сейчас боятся выйти из тени. То, что мы хотим сделать, это мы хотим сделать, чтобы люди такие не боятся выходить из тени. Потому что это норма должна быть. Потому что это полезно для здоровья. Это хорошо. Это классно. Но это, когда одну из, как я говорил, что мы изначально никто. То есть, меня спрашивают, кто ты тренер по сексу? Ты там тот, тот, тот. Я никто. Я не знаю, кто я. Это важный, важный момент. Ошибка в воспитании всех людей в том, что все пытаются кому-то сделать кем-то. Ограничить. То есть, назвать тебя какой-то конкретной функцией в этом мире. Шестеренкой, да? Это ошибка. Это плохо, это неправильно. Человек должен быть никем. Он должен быть свободен. То есть, он может быть там. Сейчас я каратист. Потом я бизнесмен. Потом я бабник. Потом я политик. Потом ночью я хороший мальчик. Утром я плохой мальчик, да? Разные роли на себя уметь, иметь возможность цеплять. Быть разным. Потому что это свобода. Ты, может быть, кем угодно. И это, ну, как это путешествие, знаешь, путешествие по этим странам. Можно сидеть в одной стране, ничего не делать. Как ты относишься к благотворительности, Алекс? Замечательно. Вот я планирую создать фонд в ближайшие несколько месяцев, благотворительный фонд. Сейчас мы думаем над названием. Я хочу, чтобы все предприниматели делились хотя бы 5% своей прибыли, направляли на благотворительность. Вот если бы ты участвовал, ты бы на что направил бы деньги? Если бы я участвовал, я вообще хотел бы как президент, да, или хотя бы как политическая сила, да, добиться того, чтобы все немножко денег, да, немножко денег тратили в свободу. То есть, вот как ты говоришь правильно, 5% ну не там, 5% люди, а все потратили свою свободу. В каком смысле? В том смысле, чтобы отменить агменты. Отменить бракорасходные процессы, которые приводят к потерям гигантским у людей. И к, в первую очередь, их нормальных человеческих отношений. Потому что все прекрасно знают, что после того, как там тебя обокрали, да, или там тебя забрали что-то, с этим сейчас не хочешь. То есть, это портит отношения людей. Если каждый из людей будет немножко денег жертвовать на то, чтобы все в результате стали свободными, да, то у людей повсеместно улучшатся отношения. У всех со всеми. Потому что после развода, например, там, один человек с другим не будет спорить. И эти деньги будут идти на наши будущие, как сейчас считают, грешки. То есть, чтобы иметь возможность не платить, там, алименты женщине, и она не цепляла тебя этим. Потому что любой, совершенно любой мужчина, да, который любит своих детей, будет так о них заботиться. Но эти вот вещи неприятные для мужика исключительно. Для женщины тоже, да. Вот. Манипуляцию этим. Потому что, ну, получается как, женщине, соответственно, обидно, что он платит ей меньше, чем мог бы. А мужчине обидно, что нас к нему это требуют. И так у нас срушится все. У нас срушатся семьи за счет этого. Нормальное, самое главное, нормальное взаимоотношение и действие подарок. Что ты можешь посоветовать, какие-то наставления дать, последнее, крайнее слово сегодняшнего нашего интервью для тех, кто тебя смотрит, для подписчиков, для тех, кто, возможно, будет голосовать. Что бы ты сказал? Спасибо, Алекс. Сегодня у меня в гостях был Алекс Лесли. Это тот самый мега-чувак, который в свое время перевернул мое представление о психологии мужчины и женщины, о психологии секса, отношений. И я об этом никогда не стеснялся говорить. Об этом написано в моей статье в журнале «Секрет фирмы», который называется «Пикап в бизнесе». Действительно, именно у вас у меня были определенные сложности во взаимоотношении с женщинами. И я натолкнулся на его книжку. Книжка Алиса Лесли, которая называется «Жизнь без трусов». Если есть такие люди, которые нас видят, потому что в этой книге прям мега-опыт, опыт человека и знания, которые прям реально перевернут ваше представление о женщинах. Это я сейчас обращаюсь к мужчине. Насколько я знаю, женщинам нельзя читать эту книгу, да? То есть она больше для мужчин. А у женщин есть своя книга. «Охота на солнца». «Охота на солнца». Вот. Читайте полезные книжки, просветляйтесь, развивайтесь, и все будет хорошо. Всем удачи. Пока. Пока.